Министры обороны всех 28 стран Евросоюза единогласно поддержали запрос Франции о военной помощи и сотрудничестве в борьбе против группировки «Исламское государство». Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности сказала, что нападение в Париже можно считать нападениями на весь Союз. «Сегодня Франция попросила о защите всю Европу», — сказала Федерико Маггерини. И вся Европа в один голос ответила ей «да». Как напомнил министр обороны Франции, статья 42-я, пункт 7 Лиссабонского договора гласит, что в случае вооружённой агрессии против одного государства-члена ЕС, другие обязаны оказать его помощь всеми доступными средствами. «Эта статья применяется впервые в истории», — сказал министр Жан-Ив Ле-Дриан. «Наш запрос получил единодушную поддержку. Это политический акт». Помощь может быть оказана в виде поставок боеприпасов и вооружения, в том числе самолётов. Франция заявила, что в ответ на пятничные теракты она увеличит национальные расходы на оборону. Для этого ей придётся превысить дозволенный в ЕС бюджетный дефицит в 3% от ВВП. «Мы относимся к этому с пониманием», — сказал еврокомиссар по финансам Пьер Московеси. «У комиссии есть сердце и гуманность. Пак стабильности — это умный и гибкий документ. Он может приспособиться к такой ситуации, как нынешняя, и мы это обеспечим в тесном взаимодействии с французскими властями». Франция уже приведена в наивысшую степень готовности к новым терактам. На улице Парижа выведены для патрулирования дополнительные полторы тысячи солдат. По стране мобилизовано 115 тысяч полицейских и военных.